Всем привет! Я нахожусь на территории винодельни усадьбы Семигорье. Подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра! Всем здравствуйте! Меня зовут Анна. Я сегодня вам расскажу про усадьбу Семигорье и что такое гаражное виноделье. Усадьба Семигорье у нас территория огромная, всего 22 гектара. Сзади вас находится магазин, там можно купить вино, сыры и нашу продукцию. Сзади меня находится зимний ресторан, чуть правее находится летний ресторан с камышовой крышей. Оба сейчас работают. За рестораном находится большое озеро, там лужайка, вы можете походить, пофотографироваться. Если вы пройдете по тропинке, там у нас спа-комплекс баня находится, там очень красивый мостик, тоже можно пофотографироваться. Также у нас находится дом шефа, это тот, кто создал как раз-таки наше все хозяйство. Приехал он сюда в 2002 году, заложил первые виноградники в 2005 году. Это был классический сорт французский, классический сорт винограда красный, каберне-савиньон. И французский классический сорт белого винограда, это савиньон бланк. Также у нас на территории присутствуют беседки внизу, если спуститься, там маленьких два пруда. И сыроварня, как только вы въезжали, с правой стороны строится такое большое здание, мы тоже туда будем водить экскурсию. Здесь у нас как раз-таки зарождалось первое вино. Что такое гаражное виноделие? Гаражное виноделие у нас пришло с Франции. Его создал Жак Люк Тюнивен. Он вооружился всего лишь маленьким зданием, примерно таким же, как это, только в пять раз меньше. Делал несколько бочек, чины и стал делать вино. В России это называется фермеры, то есть малотиражное штучное производство. Делаем все руками и вверх, оно и называется гаражным. Как мы делаем по технологии как раз-таки вино? По красному методу, я сейчас вам буду рассказывать красное вино, собираем мы вручную с секаторами, привозят нам виноград сюда. Мы его отправляем в гребнеотделитель. Можете подойти, посмотреть. Гребнеотделитель отделяет саму гроздь винограда, то есть скелет, от самой ягодки. Ягодка у нас проходит по шлагу в небольшую емкость нержавеющую. Эту емкость мы заполняем где-то на 70%. Оставляем специально место для шапки. Что такое шапка? Когда она начинает гладить бурно вино, дрожжи начинают есть сам сахар и винограда, они выделяют углекислый газ, и все твердые вещества всплывают наверх. То есть это кожица, мякоть, косточки, а внизу остается сок. В этот момент идет вторая у нас химическая реакция, когда кислород взаимодействует как раз-таки с вином, и получается уксусная бактерия, грубо говоря, уксус. Чтобы вино не превратится в уксус, нужно обязательно помешивать эту шапку. Ну, как, допустим, сахар наставляется в чай, мы же мешаем. Вот тут то же самое. Мы берем и начинаем ее топить. То есть, грубо говоря, мешать. В основном это делают у нас мужчины сильного телосложения, потому что женщины эту шапку у нас раздают иму. Бродит у нас это все дело 7 дней. И так же топим на эту шапку 5 дней, идем 5 дней и 5 раз в ночь. Идемте сюда. Потом мы отправляем наше все вот это сусло под пресс. Пресс у нас корзиночный. Как раз можно заметить, что обрабатывают, прессуют красный виноград. И как раз-таки отделяется сам сок. То есть мы выжимаем весь сок до конца. Далее этот сок у нас подходит в обычной емкости. Каждая емкость у нас подключена к чиллеру. Там внутри находится терморубашка, змеевик. И мы задаем температуру. То есть у нас в этот момент уже идет дображивание вина. На этом этапе нужно определить, какое мы хотим сделать вино. Сухое или полусухое. Если мы хотим сделать сухое вино, то дрожжи должны съесть весь сахар. Когда они съедят весь сахар, они просто уже засыпают и, грубо говоря, отмирают и опускаются на дно. Если мы хотим сделать полусухое вино, то нам нужно остановить дрожжение. Как мы останавливаем? Обычным способом это холодно. Мы задаем температуру где-то около плюс 4 градуса. В этот момент дрожжи не умирают. Они засыпают и, как бы они не доели сахар, получается полусухое вино. Опускаются на дно и мы отделяем. И у нас получается полусухое. Полусладкие делают только с добавлением сахара. Это считается уже ненатуральным вином. Сладкое с добавлением сахара или чачи. Это тоже уже считается крепленным вином и ненатуральным. Делаем мы только сухие и полусухие. После того, как мы получили полусухое вино, красное вино мы отправляем в бочке. Для того, чтобы он насытился тонинными, фенольными веществами, дубильными веществами. И бочки у нас воздерживаются около 12-18 месяцев. То есть у нас вина ординарные. Это выдержка не более одного года. Но есть у нас удачные партии, трехкупажные, которые мы отправляли в Будды. Чуть позже я вам покажу их. И они выдержаны около двух, трех лет. Остальное мы отправляем на выдержку в бутылке. Мы как раз здесь представлены с этажей с 17-18 и 19-м годом урожая. После того, как в бочку мы налили вино, оно выдержалось. Далее уже раскачиваем бочку и отправляется на розлив. Бочку обязательно нужно после этого пропарить. Бочка у нас служит где-то около 30-40 лет. В зависимости от качества дуба. В этом году мы закупили новый. И вот как раз-таки залили новый 21-го года урожая в эти бочки. Но есть у нас и французские, и буты французские. Тоже мы пройдем, вы посмотрите. Также обязательно бочку нужно зачищать. Но зачищают где-то раз в 5-10 лет. Есть какие-то вопросы? А вообще бочки наши, российские? Да. Но отличия никакого вообще нет. Бочки делают всего из 4 видов для деревьев. 4 дуба и все. Тут уже зависит от производителя, насколько он качественно их сам сделает. Сверху, если вы пройдете, там у нас как раз-таки находится французский сорт винограда, который высадили в 2002 году. Там лоза более такая. В 2002-м? Да, в 2005-м, в 2002-м была как раз посадка. Был толстый стержень. Если вниз спустите, там как раз у нас новые лозы. Там они более тоненькие. Как мы обрабатываем белый сорт винограда? Очень простым методом. Также у нас приезжает лодочка, трактор с лодочкой. Мы лопаты выгружаем наш виноград в гребнеотделитель. Он тут у нас представлен чуть побольше. Также отделяет наш скелет от самой ягодки. Потом ягодка поступает сразу же под пресс. Мы не бродим под шапкой. Все эти тонильные вещества не отдают белому вину красящие тоже. Поэтому сразу прессуем. И пошло он уже поступает в емкости. Для белого вина очень важно соблюдать температурный режим. То есть в каждой емкости у нас также находится терморубашка, где мы задаем температуру где-то около плюс 12-14 градусов. Это самая хорошая температура именно для брожения белого вина. Бродит у нас где-то около 7-14 дней. Далее уже мы отделяем сами дрожжи. И у нас уже идет дображивание вина. Далее у нас белое. Мы не выдерживаем зуба в бочках. Мы его фильтруем. Добавляем туда желатин. Все нежелательные вещества желатина у нас скапливает. И вниз просто осадочком спускается. Мы отделяем этот осадок. Далее фильтруем вино обязательно через фильтр насос. Фильтр насос у нас классический через фильтр картон. Данную винодельню или другие винодельни Краснодарского края и Крыма, то моя супруга Наталья сможет вам это организовать в рамках групповой экскурсии или индивидуальной. Ссылку на ее сайт с программами и телефоном оставлю в описании к этому видео. Заходите, выбирайте. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам было полезно и интересно, то поставьте ваш драгоценный лайк. Если не подписаны, то подписывайтесь. Конечно же включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Если тема винодельня вам интересна, то посмотрите ролик у винодельни Гайкадзор. Ссылка на него сейчас появится. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok